Всех зрителей канала ПС приветствую. Я Артемий Заварзин. Сегодня в центре нашего внимания будут несколько даты событий. 18 сентября в Воронеже состоялся пятый съезд Союза городов воинской славы России. 22 сентября в Ставрополе начала работу шестая всероссийская выставка форум «Вместе ради детей». А 24 сентября в Дмитрове прошел первый международный экономический форум муниципальных образований. Участвовал во всех этих больших событиях и Архангельск. В составе делегации поморской столицы была заместитель мэра города по социальным вопросам Ирина Орлова. Сегодня Ирина Васильевна гость нашей программы. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый мой вопрос будет относительно событий, которые развернулись накануне в городе Воронеж. Там прошел пятый съезд Союза городов воинской славы России. Какие решения были приняты на съезде? Наверное, с этого начнем. И как Архангельск выглядел на этом большом форуме? Ну, действительно, это был большой форум. В съезде принимали участие делегации городов воинской славы России. А я напомню, что сейчас в России 45 городов носят почетное звание город воинской славы. И первый вопрос, который рассматривался на съезде, это принятие в Союз новых членов. В Союз городов воинской славы вошли новые участники. Это города Феодосия, Гатчина, Грозный, Старая Русса и Петрозаводск. И вот сейчас 45 городов входят в состав Союза городов воинской славы. Второй вопрос, который рассматривался на съезде, это патриотическое воспитание в формате современного города. Сила традиций, динамика развития. То есть, как мы сохраняем традиции, занимаясь патриотическим воспитанием, и как сегодня уже современные технологии, методики используют в современных городах. И здесь, конечно же, прежде всего представляли свой опыт хозяева форума. Это город Воронеж. И надо сказать, что в Воронеже сложилась очень хорошая система патриотического воспитания молодежи, патриотического воспитания граждан. И, в общем-то, была возможность сверить другим городам свои позиции на примере города Воронеж. Но также в качестве садокладчиков выступали представители города Колпина с информацией о том, как в этом городе организована работа по патриотическому воспитанию. И город Архангельск представлял свой опыт работы, точно так же патриотическое воспитание в формате современного города. И надо сказать, что Архангельск, в принципе, во многих позициях лидирующий. Так, например, в организации кадетского воспитания юных архангелогородцев мы на лидирующих позициях. Напомню, что у нас 84 кадетских классов школа города Архангельска, плюс Архангельская Соловецкая школа ЮНК и, конечно же, наше областное учреждение Архангельский морской кадетский корпус имени Николая Герасимовича Кузнецова. И поэтому здесь Архангельску было что сказать, и мы представляли опыт развития кадетского движения. Если говорить об объединении сил городов воинской славы в патриотическом воспитании молодежи, то мы здесь также выступали лидерами, рассказывая о фестивале «Помним, гордимся, верим». И вот представив материалы этого фестиваля, видеоролик с информацией о пяти проведенных фестивалях, мы еще раз подняли такую волну, и почти что все участники съезда заверили нас, что делегации молодежи городов воинской славы будут принимать участие уже в шестом фестивале в феврале 2016 года. Вот такие результаты. Но и надо сказать, что съезд еще принял одно решение. По результатам наших докладов было принято решение обобщить опыт по патриотическому воспитанию молодежи трех городов. Воронеж, Колпино и Архангельск. А почему именно трех? Ну вот мы представили свои системы работы, и съезд одобрил, что города работают хорошо, интересно, продуктивно, есть уже результаты. И поэтому вот наш опыт будет представлен на российском уровне в рамках исполнительной дирекции Союза городов воинской славы. И мы будем некой методической площадкой для других городов воинской славы. Ну, своим опытом наш город Архангельск поделился и в Ставрополе. Делегация приняла участие, как я уже отметил, в всероссийской выставке в форуме «Вместе ради детей». Наш город уже более пяти лет, если я не ошибаюсь, сотрудничает с фондом поддержки детей. Как бы вы сегодня оценили итоги этой работы? Ну, во-первых, в Ставрополе всероссийская выставка проходила прежде всего с участием представителей регионов. И традиционно выставка на протяжении пяти лет была организована именно только как региональная площадка. То есть там и представлялись регионы. Впервые в 2015 году фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стал более тесно и активно работать с муниципалитетами. Во-первых, этим фондом организован был конкурс на получение грантовой поддержки, на реализацию проектов в муниципальных образованиях. Если раньше фонд работал с региональными программами и с конкретными учреждениями, то сейчас вот уже реализация муниципальных программ. И точно так же на выставке-форуме была возможность представиться муниципалитетам со своим опытом работы. Зал был опыта работы, зал успехов регионов, зал муниципалитетов и зал организаций. В выставке-форуме представляли свой опыт работы 16 городов, 16 муниципальных образований. Если региональные площадки, практически все регионы принимают активнейшее участие, то в муниципальных мы были первыми в числе вот этих 16. И Архангельск представлял свои наработки по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, конкретно в одном направлении. Это дети, вступившие в конфликт с законом. Нам там есть что сказать в этом направлении. И так же на площадке муниципалитетов мы представляли развитие системы помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне, по итогам участия в конкурсах фонда. Архангельск на протяжении вот пяти лет участвует в конкурсах, которые проводит фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это конкурс городов России, дети разные важны, конкурс «Ребенок должен жить в семье», «Город без сирот», «Город равных возможностей для детей». И вот мы, представляя свой опыт, а он у нас по итогам получился вот в такой диаграмме, то есть было четко видно, что у нас идет не только количественный рост, но и качественный. Это один из сюжетов нашего слайда. Но и независимые эксперты на этой выставке, заслушав наш опыт работы, высоко оценили Архангельск. И Архангельск стал лидером в номинации «Города для детей. Лучшее представление мероприятий конкурса «Городов России. Дети разные важны». Нашу делегацию наградили дипломом. Надо сказать, что подобный диплом, но в другой номинации, получила и Архангельская область. На выставке был представлен опыт учреждений, уже работающих на территории нескольких муниципальных образований Архангельской области, в том числе и города Архангельска. Поэтому в Архангельск привезли два диплома, конкретно города Архангельска и делегация Архангельской области. Это нас очень радует. — «Город для детей» — такая, скажем так, серьезная и ответственная, наверное, вместе с этим номинация. Вот какие, скажем так, наработки нашего города были оценены коллегами? — Но еще раз подчеркну. «Город для детей» — это не говорит о том, что хотелось бы нам, конечно, что это был город в целом для детей. Чтобы у нас любой ребенок, проживающий в городе Архангельске, а детей у нас порядка 66 тысяч проживает в городе, ему было комфортно в нашем городе. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Это и дворовые площадки, это и спортивные стадионы, это и школы искусства, учреждения дополнительного образования. То есть это и где родители могут с ребенком погулять, и где ребенок может получить дополнительное образование. Это и детские сады, это и школы. То есть это вся инфраструктура детства, это идеал. Сегодня же конкурс «Город для детей» направлен на детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И вот здесь мы уже практически подошли к идеалу. На сегодняшний день в Архангельске сократилось количество детей, оказавшихся без опеки родителей. То есть мы работаем очень тесно с биологическими семьями, и если в семье есть угроза социального сиротства, мы помогаем семье выйти из этой ситуации. Поэтому ребенок, оставаясь в семье, получает воспитание, и дальше при поддержке муниципалитета он развивается. Вот в этом «Город для детей». Дети, вступившие в конфликт с законом. Да, есть проблема подростковая преступность, но на протяжении последних двух лет мы наконец-то остановили рост подростковой преступности. Сегодня мы ведем речь уже о снижении показателей по подростковой преступности. Эта проблема, к сожалению, во многих городах существует. И сегодня мы ведем очень точную, такую точечную, я бы сказала, работу с детьми, не вступившими в конфликт с законом. Прежде всего, профилактика повторной преступности, профилактика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Это дошло до Архангельска, докатилось из центральных городов, и сегодня мы над этим работаем. Это тоже «Город для детей». Сегодня мы ведем речь уже о тех детях, которые остались без попечения родителей, и мы всяческим образом стараемся, чтобы ребенок попал не в государственное учреждение для детей-сирот, а попал в приемную семью, в замещающую семью. И вот здесь Архангельск опять же имеет уже огромный опыт, потому что мы намного раньше, чем в других регионах, и начали обучение приемных родителей, и у нас есть успехи в этом. У нас дети успешно обучаются, живут, вырастают в приемных семьях. Есть приемные родители, которые уже принимают в семью ни одного ребенка. И вот наш опыт в организации работы с приемными семьями, это тоже оценивается как «Город для детей». Поэтому сказать одной фразой «Город для детей», а направлений работы очень-очень много. Поэтому вот сегодня мы представляли опыт и получили диплом. Вот направление работы, еще раз хочу подчеркнуть, работать с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. А стремиться будем к тому, чтобы Архангельск был комфортным городом для всех детей, проживающих у нас. Ну, я думаю, что он, наверное, и сегодня таковым является, да? Только усилие... Есть над чем еще работать, нет предела совершенства. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в каждом дворе, выйдя во двор, ребенок видел красивые, яркие качели, безопасные, хорошие песочницы, чтобы уже с полутора лет мама могла ребенка отдать в детский сад. Поэтому у муниципальной власти есть над чем работать вместе с региональными властями. Ну, о воспитании молодежи, о патриотике мы сегодня уже поговорили. И Ставрополь, и город Воронеж услышали Архангельск в очередной раз. В Дмитриеве имя города нашего также звучало, на первом международном экономическом форуме муниципальных образований. Ну, надо сказать, что в Дмитриеве мы больше учились, чем рассказывали о своем опыте. В Дмитриеве состоялся международный экономический форум муниципальных образований. Первый. Первый, да, да. Проходил он по инициативе администрации Дмитровского района Московской области, под эгидой Государственной думы Российской Федерации и правительства Московской области. На форуме участвовало около 200 муниципальных образований. И там мы увидели, что в принципе, опять же говоря, о развитии экономики, конечно же. Есть муниципалитеты, где различные отрасли развиваются лучше, где-то над чем-то тоже надо работать. То есть мы сравнили свои позиции, но я думаю, об этом больше скажут экономисты. А вот говоря, допустим, о развитии туризма, о развитии побратимских отношений, эти вопросы также рассматривались на экономическом форуме. Вот здесь Архангельску было что сказать. Мы участвовали в дискуссиях, в круглых столах. И опять же, еще раз хочу сказать, мы сверили свои позиции с другими муниципальными образованиями. Ирина Васильевна, развитие туризма — это привлечение инвесторов, инвестиций прежде всего, да, вы об этом упомянули. Ну и невозможно это без бренда, модное слово нынче, да, и у нас в Архангельске есть такой бренд, это наш снеговик, уже полюбившийся горожанам и гостям. А как будете продвигать этот бренд? На форуме удалось встретиться с коллегами, и очень многие города заинтересовало о том, что в Архангельске живет снеговик. Мы уже на многих туристических ярмарках рассказывали о том, насколько гостеприимен наш снеговик, насколько Архангельск готов принимать туристические группы, говоря о том, что пора отдыхать в России, и новогодние праздники можно интересно провести не только у Санта-Клауса, но и на родине Деда Мороза, и на родине снеговика, конечно же. И надо отметить, что вот уже в прошлом году в результате вот такой проведенной планомерной работы на рождественский только благовест в январе текущего года приехало 34 туристические группы в город Архангельск. И причем эти группы были из различных городов России. И вот на форуме в рамках круглых столов и дискуссий я рассказывала о нашем снеговике. И сегодня мы уже договорились с администрацией Дмитровского района о том, что снеговик в сентябре 2016 года будет принимать участие в Дмитровском морковном фестивале. Интересное вроде бы название, но надо сказать, что Дмитровский район овощами, наверное, кормит всю Московскую область. Мне так, по крайней мере, показалось, потому что на этом фестивале в рамках экономического форума фестиваль проходил. И на морковном фестивале было представлено муниципальное образование, входящее в состав Дмитровского района, со своей продукцией. Но самый главный акцент они делали на морковь. Морковный урожай, какие результаты, что можно приготовить из этого овоща. Использовались различные элементы декорирования в рамках фестиваля. Морковные дома, морковные мельницы, даже часовни и колокольни были построены из моркови. Целые морковные площади, морковные улицы для детей. И изумительный хороший праздник. Очень много конкурсов, проведенных среди жителей Дмитровского района, связанного со сбором урожая осенью. Опять же, все направлено на семью, на участие детей в этом мероприятии. И в качестве приза использовались тоже интересные пакеты с морковью. Это ведь там именизация в то же время, да, и поддержка своего вот такого интересного бренда. Но, а наш архангельский снеговик свой нос, конечно же, тоже должен показать морковью. Да, да, да. И поэтому мы договорились, что вот украшением морковного фестиваля 2016 года будет архангельский снеговик. Чем это будет нам интересно? Конечно же, жители города Дмитрово, Дмитровского района, москвичи, которые приезжают на этот фестиваль, они увидят архангельского снеговика, увидят наш бренд, захотят наверняка узнать, где и как он живет. И это опять же привлечение туристов уже к нам в Архангельск. И я думаю, что вот участие нашего бренда в каких-то календарных мероприятиях муниципальных образований, хотя бы близлежащих к Архангельску, да, чтобы транспортная развязка была очень удобна, я думаю, за этим будущее, потому что таким образом мы тоже сможем привлечь туристов к себе в город. Ну и, конечно же, вот на форуме, если говорить о туризме, рассматривались вопросы индустрии гостеприимства, рассматривались вопросы привлекательности туристического продукта. Поэтому я думаю, что мы здесь же опять, общаясь с коллегами, очень во многих вопросах где-то чему-то научились, ну а где-то уже представили свои наработки и свой опыт. Ну а еще, конечно, круглый стол посвященный побратимским связям. В Архангельске, у Архангельска 11 городов побратимов, и в мероприятиях форума участвовали наши города побратимы. Так, например, делегация города побратима Сухум была, и мы вместе участвовали вот в мероприятиях форума, и на круглом столе о побратимстве мы тоже были вместе. Участвовали и города воинской славы в этом форуме, поэтому это опять же общие вопросы и общие интересы. Поэтому я думаю, что мы уже станем традиционными участниками этого форума. Ну а в свою очередь всех коллег, которые участвовали в Дмитровском форуме, мы пригласили еще и на Маргаритинскую ярмарку, которая тоже имеет деловую часть, деловую программу. И в рамках Маргаритинской ярмарки, конечно, мы тоже можем представлять нашим коллегам из муниципалитетов и из других регионов опыт развития и промышленности предприятий Архангельска и какие-то новые налаживать связи и взаимоотношения. Ирина Васильевна, в заключении хочу задать такой вопрос. Часто мы слышим, что делегация из Архангельска принимает участие в одном форуме, в другом, в третьем, в пятом. И многие скептики, в первую очередь, относятся к этому так, ну съездили, посмотрели и вот. Но я так понимаю, что не просто посмотрели, то есть это обязательно имеет какой-то результат для города, для горожан. Вот ваше видение, насколько позиционирование на подобных форумах, оно важно для Поморской столицы, для ее жителей. Конечно же, это очень-очень важно. Но позвольте пошутить, прежде всего, наверное, чтобы нас не путали с Астраханью. Как очень часто бывает, Архангельский и Астрахань, для многих это одинаково совершенно. Во-вторых, это, конечно же, очень большая школа. Общаясь с коллегами, видя, как развиваются другие муниципальные образования, где-то мы сравниваем позиции и видим, в чем мы сильнее и можем дальше набирать обороты. Где-то мы чему-то учимся и перенимаем этот опыт. Конечно же, это прежде всего еще и, опять же, когда мы говорим о себе и представляем свой опыт работы, мы приглашаем коллег уже на наши семинары, на наши мероприятия. Это, опять же, брендирование города, это популяризация именно нашей территории. Мы всегда, участвуя в таких выставках, ярмарках, форумах, конференциях, мы доказываем еще не только Архангелогородцам, что наш город комфортен для жилья, для проживания, что мы не окраина, мы начало России. И я думаю, что это очень важно и нужно. Но и все то, что делегации Архангельска впитывают на этом форуме, очень многое воплощается потом в жизнь. Появляются новые проекты, появляются новые идеи, появляются новые партнеры. Потому что на выставках мы не просто смотрим опыт, но у нас еще складываются и какие-то деловые взаимоотношения, появляются новые партнеры, а, следовательно, появляются новые проекты, которые, опять же, начинают работать на благо города. Ирина Васильевна, спасибо большое за интересную беседу, за рассказ о мероприятиях. Я надеюсь, что наш город продолжит как участвовать в подобных форумах, так и сам становиться площадкой больших и значимых событий. Конечно. И первая площадка – это Архангелогородские гостины, которые состоятся в ноябре текущего года. Спасибо большое. Напомню, гостем нашей программы сегодня была заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. До новых встреч на канале ПС. Всего доброго.